И так каждые роды, будь то операция или естественные, младенца после рождения не уносят от мамы, как было 20 лет назад, а сразу прикладывают к материнской груди. Самое главное и важное, чтобы ребенок как можно быстрее сумел приложиться к груди и получить это первое очень питательное и жизненно важное молозиво. Но потом мама, конечно, уже сама с большим удовольствием поддерживает грудное вскармливание, когда с ней правильно работают и правильно ей все объясняют. Уже несколько лет во втором Барнаульском роддоме есть отдельный специалист по грудному вскармливанию. Это ее работа – учить молодых мам, как правильно прикладывать ребенка к груди. А ведь это целое искусство. Когда ребенок лежит на спине, очень многие мамы даже не догадываются, что на спине и на спине. И когда говорят, что попробуйте сами лечь на спину, положить голову на бок, широко открыть рот и сосать. Это очень тяжело глотать. Дети такие же люди, только маленькие. Когда ребенок сосет только сосок, он получает капли молока. Когда ребенок правильно приложен к груди, он получает струи молока. Этот 4-килограммовый малыш родился 28 июля. Данил уже второй ребенок Марины. Говорит, дочку кормила почти до двух лет. Раньше специалистов в родильных домах не было. Тонкости грудного вскармливания изучала в интернете. Теперь проблем не испытывает. А как часто Данил кушает? Ой, ну каждые два часа, три часа кушает сейчас. Ночью почаще даже. Потому что раньше по расписанию приносили, а теперь как захочет, так и кормит. Да, да, по требованию. Чтобы было больше молока, мама должна быть в хорошем настроении. Потому что все завязано на гормоны. Гормон окситоцин дает нам возможность свободному выходу молока. Гормон адреналин, когда мама в стрессе, когда она нервничает, когда она, боль какая-то. Гормон адреналин все закрывает. Окситоцин открывает. То есть наша задача, чтобы мама была в комфорте. Для женщин в роддоме работает школа подготовки к родам. И здесь им тоже стараются донести важность грудного вскармливания. В том числе для будущей жизни нынешних младенцев. Если мама даже во время грудного вскармливания где-то летает, то есть она физически здесь, а психологически отсутствует, у ребенка, например, формируется ощущение некой опустошенности эмоциональной. И тогда любой стресс в дальнейшем в жизни проживается как потребность заедания. Потому что успокаивается человек, когда кушает. Помешать приложить малыша к груди, по словам врачей, может лишь необходимость оказания ему реанимационной помощи. Или у мамы обнаружены серьезные инфекции. Если оба чувствуют себя хорошо, то процесс происходит естественно. Кстати, нам сегодня рассказали, что полезные свойства грудного молока сохраняются долго. Так что кормить сыночка или дочку можно и до момента, пока он сам сможет сказать маме спасибо. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День. С толком.